Толпа живет своей жизнью, движется как единый организм. Каждый из нас думает, что толпа – это другие, те, кем можно управлять. Самое сложное – понять, что мы тоже часть толпы, часть общества. Нами тоже манипулируют – реклама, политтехнологии, пиар. Но никто не может управлять человеком без его согласия. Мы сами совершаем выбор и слишком часто принимаем чужое мнение за свое. Даже если это мнение совершенно абсурдно. Эти ребята знают, что примут участие в эксперименте. Не знают только, в каком именно. Сейчас психолог попытается выяснить, насколько самостоятельны их собственные воспоминания. Но скажет он им о сути эксперимента далеко не сразу. Ребят, день добрый. Мы сейчас с вами проведем эксперимент. Этот эксперимент посвящен тому, насколько человек может воздействовать на группу, увлекая за собой группу. Давайте сейчас мы попробуем, проведем первую часть нашего эксперимента. Я попрошу одного из вас выйти перед группой и попробовать довольно громко и четко попытаться эмоционально включить группу людей. Эмоционально заразить какой-то своей эмоцией. Давайте я что-то попробую. Иди сюда, да. Вспомнился стихотворение детское. Можно? Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Папу этого ответ помещаю в книжке. Этот мальчик хорошист. Тыщит книжку в пальчик. Про такого говорят. Он хороший мальчик. Этот мальчик весь в рубахе, весь испачкался в грязи. Про такого говорят. Этот мальчик просто весь... Все, что я не знаю, я не знаю, я не знаю. Нафиг, луна. Давайте теперь проверим ваши впечатления. Что удалось вам запомнить из того события, которое вы сейчас увидели? Ну, давайте с вас начнем. Мне запомнилось, что вы бежали пять человек, громко закричали всем оставаться на местах, что они были в разных одеждах, что-то один в тельняшке, такой военный какой-то, тоже с повязкой, один ковбой, один пират и в кимоно парень был с нанчаками какими-то, вы хотите. С нанчаками, ага. А сколько их было, вы сказали? Помогали, которые... Вообще всего сколько их было? Всего около пяти человек, ну за рулем еще. Машину затаскивали, как его держали за руки, двое, с спины, и один за ногу схватил за одну. И затащили машину, забросили, не захлопнули багажник, вот так, щель оставалась, и уехали быстро. Хорошо, спасибо. Ну давайте вас теперь. Ну мне запомнилось четверо таких спортивных, высоких, не знаю, что все говорят, низкими, потому что кажется, они очень... Покажите, покажите. Мне кажется, что выше меня тоже. Вот такой, вот такой, приблизительно какие-то. Ну да, спортивные такие. Ну у одного было что-то на голове точно, а того, как я заметил, он был русский. Вот что было на голове? Кепка. У одного точно была кепка. Какая кепка? Не знаю, мне кажется, обычная кепка. Ну бывает, бейсболка, бывает... Ну как, наверное, серик молодого человека. Ну я вспомнила, что один был с нанчаками, размахивал. Да, и один был с обнаженным торсом, и в штанах таких рыжих, как вот, ну военные такие штаны. Рыжие военные штаны, интересно. Ну вот, они рыжо-коричневые такие были. Рыжо-коричневые военные штаны. Сколько их было? По-моему, выбежало четыре, еще один за рулем. Двое за руки, как бы, ну со спины он упал, как бы спиной на них, и они вот так вот потащили. А другой их, ну ноги как бы подбил, чтобы он упал, и вот за ноги. Значит, трое тащили, а один. Ну, по-моему, выбежало четыре. Вы что запомнили? Ой, я запомню этих прекрасных, прекрасных людей из сказки. Один из них был такой, ну, такой пиратик. И, по-моему, с мечом. Ну, если не он, то кто-то с мечом. А какого цвета меч? Ну, по-моему, коричневая вот эта штучка, ну и сам меч, как бы, железный. И сам железный меч. А сколько их было? Трое, вроде бы. Трое? Вроде бы, да. Понятно. А вы что запомнили? Я запомнила, на одном мужчине была красная повязка на бедрах. На каком месте? На бедрах, да. На красной повязке. Двое затащили нашего парня в багажник, один был из них, по-моему, в кепке. Итого, сколько их было? Ну, по-моему, четверо было. Ну, они все были в полосатой одежде. Все в полосатой? Да, у одного было похоже на дубинку, а второго на меч. Что-то такое в руках тоненькое было. Вы что запомнили? Ну, они так выбежали, и сначала мне напомнили черепашек-ниндзя. Такие все разные герои, один там, ковбой, другой. А синий, который был, я сначала подумала, что это медбрат, знаете, как Кащенко. Какие еще вот у черепашек-ниндзя образы были? Тельняшки какой-то, с такими штанами странными. Вот что в них странного? Что за шаровары, что ли, я не знаю. Шаровар, цвет какого шаровара? Что-то такое красное, что-то, возможно. Красного шаровара. Тельняшка и красного шаровара. Так, еще. Еще у них были дубинки, дубинка там точно была. И вот этот вот меч-кинжал какой-то. Меч-кинжал, расскажите про меч-кинжал сначала. Что это такое за меч-кинжал? Ну, я не знаю, как в этих, принц-персии такие, знаете. Он испремленный? Да, да, да. Да, какой-то такой, да. Осприн, наверное? Наверное. Понятно. Я обратила внимание на передистоящего в костюме, не помню, в каком костюме он был. Вот, с палкой. В костюме? Да. По-моему, он был в костюме. Какого цвета костюм? Яркие цвета. Либо оранжевый, желтый, что-то такое. Один из тех, который грузил парня, скорее всего, которого грузил по правой части, он был, мне запомнился, у него действительно такое округлое лицо, и, по-моему, у него были такие усы небольшие. И еще, возможно, не показалось, у него были очки черные. Я вообще удивляюсь, что столько людей помнят. Я ничего не помню. По-моему, здесь все знали. Мы закричали, что-то уволокли. Есть еще какие-то воспоминания? Да, что парень, у которого был образ ковбоя, ну, в соответствии с шляпой и тюльняшкой ухоженной, у него вообще в руках, по-моему, кнут был свернутый. Что это было? Кнут, кнут свернутый, а ковбой свернутый. Свернутый кнут? Да. У парня была тюркская внешность. Какая? У парня была тюркская внешность. Тюркская внешность. Запишите, что это такое? Округлое лицо, то есть, опять же, темная щетина. Видно, что парень загорелый нос с горбинкой. Такие хищные посаженные глаза. Плюс у него была бейсболка, но из-под нее виднелись черные волосы. Ростом он был примерно тоже с нашего парня, который в рыжей футболке. Футболка у него была синяя, на ней была такая белая полоска, типа как шрам. Спасибо большое. У вас в руках была только дубинка? Она была только у вас. А где меч? Да был же, я их видела. Кто из них держал нунчаки? Покажите. Нунчаки у кого из них были? Кто-то сказал, что он разной работал. Они на заднем плане. Они на заднем плане вот так вот махали. А кто держал меч из них? Покажите, кто из них разной работал. Вот он держал меч. А, да. Да, да. Я помню, что он вышел. А кто я видела меч-то? Я тоже видела. Я вообще в этом. Как я вообще и в этом. Черная бандана. Это путь. А не переоделись? Нет, не переоделись. Все честно. Мы видим то, что хотим увидеть. Мы помним то, что померещилось другим. Реальность трансформируется. Чужие фантазии подменяют собственную память. Продолжение следует... Реальность... Продолжение следует...